Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. В России добились невероятного результата. Они обокрали ИГИЛ. То, что они перепропагандили Геббельса, мы уже к этому привыкли. Но обокрасть ИГИЛ, то есть вот так, на ровном месте. Можно сказать, корпоративные священные права ИГИЛа украдены путинской пропагандой. То есть ИГИЛ стоит весь голый, босый, офигевший, и говорит, что это ИГИЛ, то есть исламское государство Ирана и Леванты. А не кто-то другой приготовил, инвестировал, собственно говоря, зарядил. И говорит, не-не-не-не, вы тут давайте, вы тут рядом постояли и все. Это жидобандеровцы из Украины, говорит путинская пропаганда. ИГИЛ просто, у него глаза выпущились, челюсть упала просто вот тут в пол, валяется в пыли, тебе говорят, мы не ожидали. Друзья мои, ну действительно, какой-то, ну невероятный результат. Что значит обокрасть ИГИЛ, то есть украсть у него корпоративные права на теракты и передать к черти кому. Ну, Украина никогда на этой НИВЕ ничего, в общем-то, не делала. То есть мы полные дилетанты, никогда не занимавшиеся подобными акциями, как ИГИЛ. И вдруг профессионалов терроризма на ровном месте обули. Обокрасть ИГИЛ, это как перефашистить Гитлера. Это как, я не знаю, перепеть этого шамана на патриотической НИВЕ. Это как передавать заднюю больше, чем ее передавала Маргарита Симоньян. Ну, это как перепотрошить Джека Потрошителя. Обокрасть ИГИЛ. У российской пропаганды это получилось. То есть они на полном серьезе, вот так вот, на голубом глазу, выдали и сказали, что ИГИЛ, он, в общем-то, практически ни при чем. При этом их же американцы предупредили. Мало того, сейчас выяснилось, что даже они четко назвали место. Они четко назвали место исполнителя. То есть не на ровном месте. И тут, и тут тень на плетень, то есть начали переводить стрелки с ИГИЛа не просто на Украину. Они начали переводить чуть ли не на Америку с Великобританией, чуть ли не на Европу. То есть вы представляете вообще состояние ИГИЛа? То есть смотрите, что вообще наделали в Кремле. То есть они фактически, впрямую, в морду ИГИЛу не просто плюнули. Они ИГИЛ в своей пропаганде объединили даже не с Украиной, с Америкой. Вот в этом месте у ИГИЛа затряслись поджилки. У них просто челюсть упала в пол, в пыль, выпучились глаза. Они охренели. То есть они не могли в кошмарном сне себе представить, что кто-то вот в пропагандистском порыве смешает ИГИЛ в одну кучу с американской военщиной. Такого оскорбления ИГИЛу не наносил еще никто. То есть это можно сказать, что их втоптали в пыль. Ну представьте себе вот расстройство ИГИЛовцев. У них и так дела не заладились. То есть у них была там большая территория. Они вот как Путин в Херсон зашли, как нож в масло, вдоль по Питерской. Вот так вот гуляли по буфету, а потом их обкарнали, обколупали, отовсюду выгнали у них какие-то где-то. И вот они наскребли по последним сусекам. Каких-то генегов. Каких-то там завербовали чуваков, таджиков. И забульбенили теракт. Можно сказать, старались заявить о себе. Отомстить там вот этому рашидскому режиму. Причем они перечислили за что? И за Афганистан. И за Алеппо. И за все. За все. И тут вдруг у них забирают все, что они сделали. Причем нагло. Вот можно сказать кровно заработанную вот эту мерзкую ИГИЛовскую славу отдирают от них с мясом и отдают Украине и Западу. Кстати, меня в этом месте беспокоит один вопрос, который объединяет Зеленского с Путиным. Причем объединяет очень серьезно. Давайте об этом поговорим. Путина очень четко предупредили, как и Зеленского очень четко предупредили, что Путин нападет. Путина предупредили, что нападет ИГИЛ. Ему указали приблизительное место, как сейчас выяснилось. Ну, понятно, они не дали свои источники. Они назвали так, чтобы не спалиться, откуда их разведка это раздобыла. Что логично. Ну, назвали кто? Назвали где? Приблизительно как? Путин сказал своим спецслужбам, что надо готовиться к шашлыкам. Что в принципе ничего не будет, что это пропаганда, что это американцы наворачивают, что американцы хуже с Кобеевой. Ну, перефразируя Арахамию с Зеленским, да. Что они просто нагнетают тень на плетень. И Путин публично стал на мороз. Мало того, он еще шутил по этому поводу. Наезжал на Запад. Говорил, что они чисто Зеленский. Ну, серьезно. То есть Путин, как последний Зеленский, на предупреждение западных спецслужб, которые кричали, орали, вот как в начале 22-го года они кричали Зеленскому, что готовиться, вот готовиться. Что сказал Зеленский? Помните? Зеленский сказал буквально, что да, мы дуже вдячні, да, что у нас, вот это у нас попереджают, али мы ж тут поряд живемо, у нас есть разведка, мы набагато краще знаем, ніж в Америце. Давид Рахамия сказал, что западные средства массовой информации и западные президенты ведут себя, как Скобеева, что ни в коем случае нельзя, нельзя ни в коем случае подаваться панике и шашлыки. И шашлыки! То есть, зачем Путин одолжил у Зеленского? Идею с шашлыками я не понимаю. Зачем обворовывать ИГИЛ? Я тоже не понимаю. В конце концов, это несправедливо. Ну, они, конечно, негодяи, они, конечно, подонки, но они старались, они честно заработали славу зверей планеты. То есть, они свое негодяйство отработали. Как можно честно заработанную, лихую славу негодяев и подонков забрать и передать людям, которые вообще не при делах? Я понимаю, что у нас там тоже сейчас начали летать беспилотники, и они уже начали даже, даже долетать. Я прекрасно понимаю, что уже долетают, и вы это видите, да, до нефтеперерабатывающих заводов. Я вот чего боюсь, друзья мои. Я беспокоюсь, чтобы вот наши достижения в плане разбомбления российских заводов у нас не украли и не передали ИГИЛу. Вот это будет несправедливо. Потому что черт их там разберет в Кремле. Если они ИГИЛовский теракт приписали нам, я не удивлюсь, если завтра разбомбление там российских перерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов у нас славу заберут и отдадут ИГИЛу. Ну и как всегда по традиции и американцам и в Америке и в ИГИЛе честно говоря от того, что их в России объединили в одну организацию фигеют без баяна с обоих сторон. А вы не забудьте подписаться на мой блог лайки, комментарии. Обязательно ваше мнение я с удовольствием прочитаю в комментариях, распространяйте в соцсети, потому что у нас с вами единый марафон украл свободу слова. И только наши усилия по распространению правдивой информации могут исправить в корне ситуацию. Поэтому подписывайтесь на мой влог. А победа, друзья мои, в чем я, как и вы, ни на секунду не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сражавеет.